Здравствуйте, меня зовут Расим, и я работаю ML-разработчиком в компании Яндекс. В этом докладе я хотел бы рассказать о проекте, на котором я работал, о полигровках камеры Клидар. Немного о себе. Я работаю в Яндексе достаточно давно и работал в поиске в службе компьютерного зрения, где занимался фигированием изображений в поиске по картинке, а также добавлял поиск по картинке в Алису. В подразделении бесплотных технологий я занимался автоматизацией рисования векторных карт полос, а также занимался проектом передовки камер Клидара на бесплотных автомобилях и роботах. Об этом проекте и пойдет речь в этом докладе. Сначала я сделаю введение, расскажу, почему это важно, и мотивирую необходимость этого проекта. Потом сделаю краткий обзор релевантной лидературы, расскажу про то, как мы решили моделировать поставленную проблему, расскажу, как мы применяем нашу модель, чтобы подобрать поправку, ну и в конце сделаю выводы. Прежде чем автомобиль отправится колесить по улицам города, его нужно подготовить. Возможно, первое, что приходит в голову о подготовке автомобиля, это обучение алгоритмов распознавания, может быть, обучение алгоритмов планирования движения. Но на самом деле сначала, в первую очередь, нужно поговорить о сенсорах. Именно сенсорами автомобиль видит окружающий мир. Существует множество различных типов сенсоров, которые воспринимают мир по-разному. Например, лидары и радары могут получать информацию о расстоянии до различных объектов вокруг автомобиля, но не могут получить информацию о цвете. Камеры могут получить информацию о цвете, но информация о расстоянии до объектах на изображениях недоступна. Комбинируя различные типы сенсоров, можно избавиться от недостатков, объединив их в сильную сторону. Чтобы использовать информацию о нескольких сенсорах одновременно, нам нужно знать их взаимное расположение. Для того, чтобы понимать, где сигнал с одного сенсора находится в области видимости другого. Что такое калибровка? Калибровка сенсора – это процесс или процедура поиска каких-то внутренних его параметров, а также внешних. Под внешними параметрами мы, как правило, понимаем положение сенсора по отношению к автомобилю или к какому-то другому сенсору, например, центральному лидару. Калибровка позволяет нам получить информацию о том, как один сенсор расположен на расстоянии другого. Как выглядит калибровка камеры? Бесплотный автомобиль загоняется в специальное помещение, которое называется калибровочный. После этого оператор берет в руки доску, которая похожа на шахматную. Она является мишенью. Эту доску демонстрируют одновременно в лидаре и в камере. Доску обнаруживают в лидаре и в камере, а затем ищут положение доски относительно лидара и камеры. После этого можно сопоставить, найти преобразование доски из ее образа в лидаре к ее образу в камере, таким образом получив преобразование от лидара к камере. Эта процедура занимает много времени, поскольку эту доску нужно показывать в каждую камеру по отдельности, так как область видимости камер мало перекрывается. Кроме того, это занимает много времени, потому что оператор должен вручную двигать доску и ходить вокруг автомобиля. Поскольку для калибровки требуется выводить автомобиль или робота из эксплуатации, привозить его в гараж, это занимает очень много времени. С ростом размера флота беспилотного мы рискуем тратить на калибровки все больше и больше времени, а это противоречит нашей цели снижать эксплуатационные расходы. Поэтому при разработке нового алгоритма калибровок камер к лидарам мы руководствуем следующими требованиями. Мы хотели бы, чтобы процесс калибровки был масштабируемым, то есть время, затрачиваемое на перекалибровке камер на флоте, не росло так же быстро, как количество автомобилей и роботов по флоте. Также мы хотели бы, чтобы не было специальных требований к проезду. А именно, мы хотели бы отправить автомобиль и робота кататься по его привычным маршрутам, по своим делам, а вечером получить новую калибровку. Мы хотели бы, чтобы человек был минимально задействован в этом процессе. В идеале хотелось бы, чтобы человек участвовал только при принятии решения о том, нужно утвердить новую версию калибровки или нет. Давайте коротко поговорим о том, что представляет из себя калибровка камеры. Это может нам пригодиться в будущем. Камера имеет внутренние и внешние параметры. Внешние параметры камеры, как я уже говорил, говорят о том, как камера расположена относительно лидара в пространстве. Внешние параметры камеры позволяют нам получить преобразование произвольной точки в трехмерном мире в систему координат камеры. Внутренние параметры камеры говорят о том, как точку и систему координат камеры можно спроецировать в плоскость изображения и то, в какую координату изображение она попадет. Давайте сделаем краткий обзор литературы и поговорим про существующие методы, которые удовлетворяют поставленные требования. В первую очередь мы говорим о нерастевых подходах, и их существует великое множество, но можно выделить две большие группы. Первая – это regression-based или регрессионные подходы, в которых нерастевая модель принимает на вход облако точек и изображение с камеры. После этого непосредственно выдает параметры преобразования, то есть поворот и смещение. Вторая группа методов – feature-based или feature-learning подходы. В них мы обучаем нерастевые модели, чтобы они выдавали на выходе векторы признаков, которые обладают нужными нам свойствами, и затем мы можем их использовать для решения задачи калибровки. Давайте коротко поговорим про регрессионные подходы. Существует множество похожих, во многом структурно похожих друг на друга подходов, и наиболее типичным представителем является калибнет. Обучающая выборка состоит из хорошо скалиброванных проездов, в которых мы имеем сцены, в которых камера LiDAR скалибрована хорошо, то есть у нас есть хороший alignment между камерой LiDAR. Для того, чтобы эту модель обучить, мы вручную портим калибровки, раскалибровываем немножко, вносим искажения в калибровку и подаем изображение на вход первой подсети, а какую-то проекцию LiDAR-ного облака во фрейм камеры подаем на второй вход. Модель состоит из двух асимметричных подсетей-энкодеров, которые извлекают из изображения векторы признаков. После чего эти векторы признаков объединяются, например, конкотинируются, но существует множество других способов объединения признаков. И специальная подсеть-голова выдает параметры преобразования, например, поворот в виде углов или квадрониона, а также смещения. Из них можно собрать матрицу трансформации, и эту матрицу трансформации применить к искаженному облаку, таким образом получив исправленное облако. Исправленное облако можно сравнить с истинным облаком, используя какой-нибудь лоз, который можно посчитать на облаках. Например, Chamfer Distance Loss. На слайде он показан, выделен красным прямоугольником, как Cloud Distance Loss. Можно извлечь информацию о цвете из пикселей, в которой проецируется облако, и посчитать фотометрический лоз. А он показан на изображении оранжевого цвета. Эти модели обладают рядом преимуществ, но у них есть и недостатки. Давайте посмотрим, какие у них есть преимущества. Как правило, они работают очень точно и позволяют получить результат за один прямой проход. Но эти серьезные недостатки. А это то, что модель переобучается под одну конкретную камеру. Даже в рамках нашего фото положение камеры может немного меняться. При этом мы хотели бы иметь модель, которая работает на всех камерах автомобиля одновременно. У таких моделей, как правило, на входе находится одна пара лидар изображения. Поэтому, если мы хотим сделать предсказание поправки по нескольким кадрам, мы будем вынуждены усоединять большое количество шумных предсказаний. Фича ленинг-подходы позволяет нивелировать эти минусы. В фича ленинг-подходах, как я расскажу дальше, можно подбирать поправку на множестве сцен из проезда. И открывается большое пространство в ленинг-инженерии. Но есть и недостаток. Модель, которую мы используем, не учится решать целевую задачу напрямую. Мы только используем ее признаки. Давайте поговорим про моделирование. Мы хотим обучить две нейросети. Одна будет обрабатывать изображение, вторая будет обрабатывать ударное облако. На выходе у них находятся вектор признаков для каждого пикселя изображения и для каждой точки облака соответственно. Мы хотим, чтобы признаки обладали следующими свойствами. Мы хотим, чтобы признаки, соответствующие друг другу пикселей и точек, были близки друг к другу. А чтобы признаки, не соответствующие друг другу точек, были непохожи. В принципе, эта формулировка подразумевает метриками. Давайте поговорим про то, как мы представляем облако в нашей модели. Для того, чтобы не работать с Point Cloud моделями, такими как PointNet, мы растеризуем облако. Мы делаем сферическую проекцию облака. И ее вид показан на верхней части слайда. Поскольку количество лучей в Эльдаре ограничено, их может быть около 32, и сканирующий паттерн движется по пространству с какой-то низкой скоростью, в этой проекции могут появляться пропуски при подобранных нами параметрах. Поэтому мы применяем интерполяцию, чтобы эти пропуски закрасить. Казалось бы, что сверточная модель, и не требуется применять интерполяцию к какой-то входу, и она может выучить полезную информацию из изображений и без интерполяции. Но в наших экспериментах оказалось, что интерполяция помогает улучшить слюни. Итак, более конкретно. Поскольку мы работаем с двумя изображениями RGB и изображениями, на которые Эльдарное облако спроецировано, и мы видим глубину, то мы можем применить старые добрые юнет-подобные сети. Они обычно применяются для сегментации или для поптамого предсказания меток по изображению. А энкодерами в наших юнетах являются резонет-подобные сети. Энкодер в RGB-части предобучен, и мы фиксируем ангелеса. Энкодер обучается полностью. Также сеть, которая обучается в глубину, тоже обучается с нуля. Можно сказать, что не на всех наших лидарах доступна интенсивность, поэтому мы не используем интенсивность вообще. Итак, две модели выдают какие-то тензоры, содержащие признаки для каждого пикселя входного изображения и для каждого пикселя входного... для входной сферической проекции, которую мы называем сканом. Пришло... Ну, теперь можно вполнить какой-то лос. Есть много разных метриплетных лосов. Наилучше всего показалось бы в наших экспериментах инфо-энце-лос. Он... Его можно считать каким-то обобщением триплетного лоса, в котором один позитивный пример контрастируется с якорем сразу со множеством негативных примеров. инфо-энце-лос. Можно на него смотреть как на решение многоклассовую классификацию, в которой позитивная метка присвоена позитивному примеру, а негативная метка присвоена всем негативам. Давайте я расскажу, как мы сэмплируем примеры для инфо-энце-лоса. Мы берем в качестве якоря точку из входного облака. Соответствующая точка на изображении является позитивным примером. Мы хотим, чтобы векторы признаков этих двух точек были похожи друг на друга. Вокруг позитивное изображение мы формируем сектор, который ограничен длина концентрическими окружностями, и внутри него сэмплируем негативные примеры, чтобы они находились не слишком близко, чтобы не быть слишком сложными для решения задачи, и не слишком далеко, чтобы задача не была простой и негативы были полезными в обучении. Таким образом, у нас в проекции на изображение присутствуют несколько тысяч точек, порядка 10 тысяч, и одно изображение дает нам 10 тысяч обучающих примеров за раз. Итак, мы запрограммировали несколько колоссов. У них есть гиперпараметры. Они имеют разную природу. Можно ли сказать, какая модель лучше по этому лоссу? Нет, нельзя. Даже в рамках одного лосса, например, на конце, в риеру температуры, можно сильно иметь масштаб лосса. Поэтому нам необходима метрика, которая позволит сравнить разные модели в зависимости от выбора лосс-функции. Мы разработали метрику, которую назвали SimilarPixelDistance, и ее физический смысл можно объяснить следующим образом. Вектор признаков точки облака должен быть больше всего похож на соответствующий вектор признаков на изображение. Поэтому давайте посмотрим в какой-то окрестности его проекции на близость вектора признаков точки облака на все векторы признаков изображения, и посмотрим, на каком расстоянии находится самый похожий вектор признаков. Вот расстояние от ожидаемого положения самого похожего вектора до фактического и является SimilarPixelDistance. Теперь модели можно сравнить между собой и видеть, что какие-то лоссы совсем плохо себя ведут и никак нам не помогают приблизить закрешивание, а какие-то сходятся довольно хорошо. И мы заметили в последующих экспериментах, что SimilarPixelDistance хорошо коррелирует с качеством цивой метрики. Поговорим про подготовку данных. На самом деле для обучения такой модели требуется всего лишь набрать проезды, в которых будут хорошо скреброваны камеры. Дополнительно мы накладываем следующее ограничение. Проезд сделан на светлое время суток. Таким образом мы хотим избежать шума на изображениях, которые появляются в темноте. Мы накладываем ограничения на максимальную скорость движения. Когда скорость движения становится слишком большой, то есть из-за того, что скорые сканированные паттерны лидара достаточно низко, могут возникнуть сложности с точной проекцией лидарного облака на изображение. Также мы хотим, чтобы камера хорошо была синхронизирована с лидаром, то есть облако и изображение были получены приблизительно в одно время. Мы ограничиваем минимальное расстояние между сценами, поскольку робот или машина могут стоять долгое время. А мы хотим иметь разнообразную выборку. И мы выкидываем сцены с грязными камерами и лидарами из проезда. На них в любом случае ничего не видно, они никакой полезной информации обучения не принесут. Итак, мы получили от наших коллег из группы, которая занимается эксплуатацией некоторое количество автомобилей и проездов, на которых были хорошие калибровки и обучили модели. Очень скоро выяснилось, что данные содержат шум. У них есть некоторое количество проездов, на которых есть проблемы с калибровкой. Например, как на этом изображении. На этом изображении можно видеть, что по краям слева и справа проекция точек облака на бампер автомобиля и на трансформаторную будку справа не соответствуют фактическому положению объектов. Это может свидетельствовать о том, что у нас плохая калибровка интринсиков. Нам нужно было поочистить выборку. Для этого мы поступили следующим образом. Мы взяли предыдущую версию модели. Она давала какое-то качество. Мы насамплировали проезды, сделанные за предыдущий год с шагом в одну-две недели и применили модель для того, чтобы подобрать по калибровке. Мы выбрали только те проезды, на которых была предсказана маленькая поправка. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, в этих проездах калибровки хороши. И дополнительно вручную провалидировали эти проезды, после чего смогли здорово расширить нашу обучающую облаку и большинство стиршума. Среднее качество в этой выборке гораздо выше, чем в первой версии. Мы поговорили про то, как мы делаем моделирование и как собираем данные. Пришло время поговорить про процесс подбора поправки. На самом деле он выглядит довольно просто. Если у нас есть преобразование из лидера в камеру, то мы можем его применить и спроецировать точки облака в изображении. Мы можем взять векторы признаков, соответствующие точкам облака, и сравнить их с веками признаков на изображении. Если они достаточно близки друг другу в среднем, то значит, кривовка хороша, иначе она плохая. Таким образом можно взять и применить какой-нибудь алгоритм оптимизации. Начальным приближением для этого оптимизации служит текущее значение калибровки, загруженная на автомобиль или на робот в момент проезда. Можно заметить, что этот лосс является дифференцированным, поэтому можно было бы применить какой-нибудь градиентный метод оптимизации. Но мы планировали применять оптимизацию прямо на борту робота, таким образом избавившись необходимости приезжать на базу и сливать записи проездов в облако. Поэтому применяем довольно простой алгоритм дифференциальную эволюцию. Ее качество работы нас полностью устраивает. Также мы запускаем оптимизацию несколько раз на разных подможницах сцен проезда, а затем усредняем полученные предсказания. Это позволяет нам снизить уровень шума в предсказанной поправке. На этом стадии изображена визуализация функции потерь. По осям отложены оси поворота RAW, Pitch и O. Высоким значением лосса соответствуют точки с желтым цветом. Чем точка темнее и более темно-синее, тем значение лосса меньше. Можно заметить, что лосс-функция принимает низкие значения в ограниченной области пространства. Это то свойство, которого мы хотели добиться. И это положительный знак. В общем-то, у нас это получилось. Итак, мы применили наш алгоритм. Поправка подобрана. У нас есть две версии калибровки. Предыдущая, которая была залита на робота в предыдущие дни, и текущая новая. Нужно принять решение о том, применить ее на роботе или оставить его с предыдущей версии калибровки. Что мы делаем? Мы генерируем изображение с проекциями точек в текущей версии, с текущей версии калибровки и с подобранными. И после этого создаем анимацию с двумя кадрами до и после. После применения отбора калибровки проекции стали точнее, точки попадают на объекты. Оператор может принять решение о том, что новую версию калибровки нужно утвердить, и она на следующий день попадет на робот, и он поедет в хорошо скалиброванную камеру. Давайте поговорим про метрики. Для того, чтобы оценить качество работы нашего процесса, мы используем следующую метрику Accuracy. Мы набрали какое-то количество проездов, в которых камеры кальдара скалиброваны практически идеально. Мы раскалибровываем эту калибровку множество раз и получаем сэмп, по которым будем считать метрику. Мы применяем наш процесс к раскалиброванному проезду и получаем поправку. После этого мы можем сравнить полученную поправку с истинной калибровкой. И если эта поправка находится дальше, чем какой-то порог от истинного значения, то сэмпл считается негативным, а если ближе, то положительным. Мы используем несколько уровней порогов. Easy, Medium и Hard. Easy пороги соответствуют примерно 70 градусов по всем осям. Medium на 50 градусов, Hard на 30 градусов. Видим, что в среднем 70% случаев мы имеем accuracy порядка 70% в среднем по камерам. Мое при этом имеют среднее значение, ну, в зависимости от камеры IIC, но в порядке 2,1 градусов. На практике это выливается в то, что утверждается примерно 70% предложенных нашим алгоритмом калибровок. Что со старшимися 30%? Что-то может не сработать по большому множеству причин, но мы практически все их контролируем. В проезде может быть недостаточно данных. Например, робот написал облака и изображения. Соответственно, у нас нет информации для того, чтобы тренировать калибровку. Могли возникли проблемы с синхронизацией видара и камеры, и это привело к тому, что мы выкинули сэмпл. Ну, и, соответственно, могли в проезде просто шел дождь или была плохая погода, камеры и видар были грязными, и эти сэмплы мы тоже не можем использовать для калибровки. Могли возникли проблемы во время оптимизации. Например, начальное приближение было плохим. Например, были плохими интенсики или экстренсики. Наш алгоритм работает, когда раскалибровка не превышает примерно 4 градуса. Кроме того, оператор мог по ошибке принять неправильную калибровку, утвердить ее, и робот поехал кататься с менее качественными калибровками, чем были на нем установлены. Каждый из причин, по которой что-то может не сработать, мы контролируем так или иначе, и можем на это влиять в дальнейшем улучшая качество процесса. Итак, о чем я рассказал. Я рассказал о том, как мы свели задачу калибровки камеры КВДАРУ к комбинации обучения метрики и оптимизационного процесса. Мы обучили ряд моделей для большинства наших платформ, которые покрывают большую часть флота. Это модели Sonata и Prius, и роботы R2. Мы сделали процесс регулярного запуска уточнения калибровок по проездам, сделанных в предыдущие дни, и теперь можем быть уверены, что качество калибровок выше, чем когда бы то ни было. Над проектом работал не я один. Основные участники этого проекта перечислены на этом слайде. Спасибо за внимание.